Вторая часть твоего доклада, может быть, я надеюсь, что это немного хорошее. Это было прошлое выступление, а сейчас будет наша вторая часть. Вторая часть выступления. Это было не олимпи на ручку, а сейчас мы не олимпи в каком-то смысле силой. Значит, вторая церковь, это аргумент, а второй уже для того, да? Которые не то, что не были поняты. Рей Курсова, дозуги, пропаганды, усилия технологической системы, земляц. Мне такое впечатление, что они вообще не были услышанными и прочитаны. Это очень-очень плохо, потому что, с другой стороны, сам Рождествен, в первую очередь, сильно недополучает критики со стороны сильного искусственного интеллекта, что плохо, а с другой стороны, самая вторая и сильная музыка, Рождествен, интеллекта, значит, сильно недоценивает проблемы, которые ему дают предпредстоит принадлежит, благодаря как разным аргументам, которые дают Роджио Пидроуз. Ну, степень внимания Роджио Пидроуза, она просто меня поражает. Ну, например, я буду приводить на несколько примеров, я вам просто разрушусь на моем примере, можно часто встретить в разных популярных популярных печателях, или просто в программе, которые мы пишем в «Изгарном интеллекте», что Роджио Пидроуз считает, что мозг является квантовым компьютером. Ведь Роджио Пидроуз считает лично прямо противоположным. Поэтому, понимаете, когда Роджио Пидроуз пытается критиковать, люди критикующие, они понятия не имеют, о чем говорит Роджио Пидроуз. Они увидят и так. На самом деле, все это совершенно не смущает. Потому что книги Роджио Пидроуза сложны, очень сложны. Вот мне не приходилось считывать книги «Потландово» скорее более различные книги, допустим, «Евязательные» или «Еще». Вот книги, конечно, на основе книги Роджио Пидроуза, которые считаются научно-популярными, на самом деле, по тому же, если вы понимаете, они, по крайней мере, не ниже вот этих самых книг, которые я сейчас упомяну. Через них крайне трудно добиться. И вот первая задача, которую я решал в свое время для себя, я пытался просто довести мысли Роджио Пидроуза до людей, но чтобы хоть его правильно критиковали за дело, за то, что он действительно сказал, а не за какие-то выдумки, которые придумывают вот эти самые критики. А то критики приписывают им какие-то глупости, и потом начинают это критиковать. Понятно, что-то получается очень достаточно красиво и просто. Но на самом деле, так делать нельзя. Вот, поэтому первая часть моего сегодняшнего, когда он тоже будет в этом часе, сам создаётся, это, ну, вот представление аргументов Роджера Пидроуза, как я его назвал, для пешеходов. Вот, сам я тоже, я говорю, совершенно пешеходов. Мне требовалось голосально от труда, чтобы пробиться через вот эти самые книги Роджио Пидроуза, и пробиться я сквозь них смог только за счёт того, что я нашёл более короткие пути для себя. Вот я шёл не теми путями, которые Роджио Пидроуза, я нашёл более короткие пути, более простые. Вот я попытаюсь, как бы, с этой стороны представить то, что он говорит. Есть, конечно, риск, что я тоже ничего не понял, но, в общем, мне приходилось интересировать лично с Роджио Пидроузом. У меня такое впечатление, что я поняла его правильно. Вот. А второе, это будет критика представления Роджио Пидроуза, и критика, как я представляю, она будет несколько пуля послованным уже, чем вот те многие критики, которые я читал, потому что мне кажется, что я хотя бы понимаю отчасти, что именно он в виду Роджио Пидроуза. То есть это уже будет вложение? Это уже будет моя вложение. Да, нет, я не соглашаюсь на 100% с аргументами Роджио Пидроуза, но давайте я сначала расскажу, что он имеет в виду, чтобы соглашаться или не соглашаться. Потому что люди думают на Роджио Пидроуза, ну совсем не то. Вот, значит, основные аргументы Роджио Пидроуза, они располагаются в несколько этапов, и все начинается с того, что я очень называю нового в теории Роджио Пидроуза по искусственному интеллекту, сам он это так и не называет. Вот та серия аргументов, о которой я сейчас буду говорить, она расставлена в текстах его книги, и, в общем, их довольно трудно собрать в одно место. Поэтому люди часто действительно, вот он сам отчасти не на ваших, я его не могу понять, потому что он действительно написал, вот это очень сложно. Я, значит, пытаюсь сделать такую квинтэссенцию того, что находится в его книге. Вот, значит, что же такое теория, ну, будет теория Роджио Пидроуза, вот, что он использует интеллекту, вот, это мой теория. Я его использовал, я как-то не уверяю, чтобы кто-то его еще использовал, но он должен быть здесь, потому что, это церва, потому что, тут действительно, значит, присутствует, вот, это Роджио математическая теорема, она имеет очень простое доказательство, я его полностью дам, более того. Но это совсем не то, вот, что приписывает Роджио Пидроуза в его критике вообще другие люди, которые даже просто часто из них делают, ну, думают, что соглашаются, а на самом деле понимают его неправильно. Вот, значит, что это за теорема такая? Вот, значит, эта теорема, она похожа на несколько утверждений, которые существуют в физике. Здесь есть утверждения, которые имеют форму разумоментальной особрения. Вот, например, закон сохранения энергии, закон сохранения энергии говорит, что процессы, которые, например, не сохраняются, в природе не ублюдают, никаких таких нет, но не может быть таких процессов, это запрет. Второе начало термодинамики, ну, запрещает создание длительных второго рода, значит, когда тепло передается, там, грубо говоря, более холодного тела, более горячим. Вот, так вот, теорема Роджио Пидроуза в искусственном интеллекте, она запрещает создание сильного искусственного интеллекта на базе архитектуры конечного автомата. Вот, более точная формулировка такова. Значит, какое бы большинство ни обладало устройство, имеющее архитектуру конечного автомата, человеческое мышление имеет некоторые возможности, недоступны такому устройству. Что такое конечный автомат? Конечный автомат это просто обычный компьютер с вашим принимаемым. Вот, конечный автомат, любой, у кого стоят на компьютер, это тоже конечный автомат, любая, скоро угодно, большая и сложная сеть компьютеров, это тоже конечный автомат. Почему конечный автомат? Описывается его работа описывается конечным числом правил. Вот, значит, эта теорема, она была, в общем, как-то сформулирована доказана в двух его книгах, «Короля и Тени Разума». Вот, книжку Тени Разума вы можете скачать на моем сайте, если даже так все указано. Вот первая страница, фраза, по-моему, да, этой книги, титутной страницы. Вот, эта книжка, она не только есть на моем сайте, но к тому же я ее скопировал с кучей своей подсрочкой, там всяких приключательных на полях, потому что, поэтому, вот уже, там, такой синтетический труд, я вам это приложил немножко. Вот, ну, вот теперь я, значит, вот в этих книгах это все можно в принципе найти, будет ровно, я теперь попытаюсь объяснить, что имелось в виду, что это за заряло тогда. Вот, начать нужно с теоремы Геодоля-Никломатет. Начинается здесь, вот с математической логики, вот с этой самым реабилитальной математики. Ну, по-первых, надо сказать, что есть две теоремы Геодоля-Никломатет. Речь идет о первой теореме Геодоля-Никломатет. Формулировка первой теоремы Геодоля-Никломатет такова. Ну, мы знаем, что математические системы разные, это вообще говоря, аксиоматических системы, вот сформулируется аксиоматическая система в классе теоремы. Это будет. Для любой аксиоматической системы, которая, во-первых, непротиворечива, ну, это вполне, потому что противоречивой системе, можно доказать, что это равная единица, а это просто полежная. Но, во-вторых, она достаточно сильна, в том смысле, что она сортирует в себе всю формальную рефмизику. Когда доказывается теорема Гёделя, теорема Гёделя в основном имеется в виду формализацию арифметики формы, так называемой, так называемой, аксиоматикой пиана, хотя там есть и другие способы формализации арифметики, можно с них начать доказать то же самое. Вот, значит, система, значит, не любая, а именно вот такая. Вот, тогда для нее всегда можно сформулировать осмысленные утверждения, то есть, которые можно осмысленно сформулировать средства для этой системы, которые нельзя не доказать для проверки средствами для этой системы. Вот, а вот, там, провисали. И сама система про нее ничего не может узнать. Вот, эта теорема не только доказывается, но доказательство этой теоремы конструктивно. Что это означает? Это означает, что, собственно говоря, доказательство этой теоремы сбудется к построению этого утверждения. Я не могу сказать, что такое утверждение существует. Оно строится в явном виде. И более того, оно является истинным в устроении. Но если вы возьмете, надо сделать его отрицательное, оно будет отрицательным в устроении. Оно понятно для человека, доказывающего это утверждение. Здесь есть в том числе. Оно истинное в метаматематическом смысле. Вот я не буду углубляться, что это такое. Это довольно сложные все вещи. Это надо считать сильно серьезным. Кругли по математической логике. Клинии, другие. Но утверждение является истинным в устроении на простом в уставном смысле, на самом деле. Предоказательство рехлитеарем используются два основных метода. Ну, собственно говоря, тут не важно понимать сейчас, в чем состоится из этих методов. Важно просто их название. Первый метод – это бьёдерная нумерация, так называемая. А второе – это диагональный метод Кантера. Ну, что такое бьёдерная нумерация, вообще довольно легко висит в общем виде. Это просто способ перенумеровать все осмысленные утверждения, которые делаются на какой-то аксиоматической системе. Ну, а что такое диагональный метод Кантера, я отдаваться не буду, если что-то из-за неслышленных отменений. Вот. Значит, важно, что теоремы Кёдер для неполноте – это совершенно не универсальная вещь. Вот по теорему Кёдер для разнообразных миру. Она подвергается ужасно расширенному расширению толкованиям. Куда-то бы её там не прилагают – как искусство там или физике. Ничего подойдет. Совершенно не универсальная вещь. Это теоремы, которые распространены вот ровно только вот в этих вот предположениях. В математике есть много систем, в которых теоретика Кёдер для неполноте не верна. Некоторые системы являются весьма непривиальными. Ну, много есть примеров. Подайте пример. Это так называемая грифметика Куриев-Буклера. Это, собственно говоря, обычная арифметика, в которой есть всё, кроме операции уложения. Вот, оказывается, если из-за грифметики, из-за аксиоматики, для арифметики убрать аксиоматику операцию уложения, то получается чуть более простая система, и теорема Кёдер для неё не работает. Вот любое утверждение, которое можно сформулировать, на уровне этой системы, мы можем приказать и заправить. Всё. Так что эта теорема Кёдер — совершенно непривиальная вещь и не универсальная. Вот. Теперь мы перейдем от просто математики и от теоремы Кёдер к нашему конечному автомату. Значит, что такое конечный автомат? Конечный автомат — это система некая, которая прежде всего описывается, её работа описывается прежде всего конечным набором правил. Ну, это правило по-другому называется программой, иногда это называется алгоритмой, которая заложена на систему. Конечный набор правил. Вот этот конечный набор правил, он совершенно аналогичен конечному набору аксиомлов, о которых придет речь вот здесь. Значит, этот конечный автомат должен удовлетворять некротребования. Ну, они отчасти премию не разумности, а отчасти премию не достаточным силам. Они, в общем-то, естественные, по крайней мере, естественные в рамках задач о силе искусственного интеллекса. Значит, первое. Этот конечный автомат реализует обоснованные процедуры. Что это означает? Это означает, что если автомат что-то такое сделал и сказал, что результат такой, например, а равно б, то действительно, а равно б. Вот не бывает такого, что он сказал так, а на самом деле истина находит симметр. Это неправильно. Вот он может вам на какой-нибудь вопрос не ответить ничего, он может повиснуть, но он не имеет права дать ложный ответ. Вот на самом деле только такие компьютеры и полезные. Вот наши компьютеры, они устроены таким образом до сих пор, пока они не сломаются. Вот когда они сломаются, а всякое может быть. И потом работают правильно, а потом работают таким образом. Значит, второе. Это конечный автомат должен быть достаточно силен. Да, вот это вот требование о возможности, оно полностью аналогично требуемым противоречивости. Это практически одно и то. Значит, автомат должен быть достаточно силен, чтобы реализовывать алгоритмы, которые могут анализировать другие алгоритмы на предмет остановки. Вот это вот требование силы, оно аналогично содержали в себе формально арифмические. И на самом деле, с точки зрения проблем искусственного интеллекта, это требование абсолютно естественное. Почему? Ну, потому что человек по такой операции точно совершенно способен. Он в таких задачах так, он больше к нему разумеет решать. Поэтому вот искусственный интеллект обязательно тоже должен быть решать. А если вот такой-то там конечный автомат это делать не может, то после неинтересности, с точки зрения, пробудет сильный искусственный интеллект. Мы такие не разумеем. Вот. Вот так далее. Такого конечного автомата можно сформулировать осмысленное утверждение, истинность которого не может быть, вычисленная этому автоматом. Вот. Это, значит, совершенно аналогичное утверждение, это было утверждение аналогичного утверждения первой теории, что уже для неполноте. Здесь вот я просто подчеркиваю полную аналогию. Вот. Более того, доказательство этой теоремы, оно является конструктивным. То есть доказательство сбоится к выстроению этого утверждения. Значит, смысл какой? Если вы знаете структуру этого конечного автомата, то вы просто чисто по пониманию можете построить процедуру, значит, которая будет геодовицкой процедурой, и до этого конечного автомата он ничего не сможет не сделать. При доказательстве точно так же реализуются два основных метода, значит, геодовицкой, геодовицкой и диагональный метод кадра. Только здесь я буду геодовицкой правого утверждения, ну, здесь она номирует алгоритм. Вот. Полная аналогия. То есть не приходится удивляться, что вот существует вот такая теорема. Теорема, это называется теоремой Геоделя-Тюринга, именно в силу, по крайней мере Роджер-Кенроз так называют, именно в силу логической близости такой-другой. Значит, не приходится удивляться, что такая теорема существует. Ну, потому что просто понятно, что действительно вот здесь вот на каждом шагу есть аналогия с первой теоремой методной аналогией в лозе, значит, которая уже очень давно и очень тщательно была доказана. Вот. Ну, вот просто для примерки, снова вспоминая Репортсвел, что он вам пишет. Ну, а не буду сейчас на этом основном, а это потом. Вот. Ну, вот. Теперь, значит, скажу внимание, я просто дам полное доказательство этого теорема. Вот эти вот четыре положения, которые здесь, на этом слайде, они распространены, в общем, на таком небольшом количестве страницах книг Роджер-Кенроза. И не совсем просто их собрать в одном месте. А вот просто доказательство, значит, полное доказательство того, что называется теоремой Роджер-Кенроза. И это будет доказательство от противного. И, значит, можно еще сказать, значит, в теореме Геодрит Хьюлинг, конечно, ничего не говорится о человеческом сознании. Вот. Поэтому теорема Геодра-Кенроза – это не теорема Роджер-Кенроза. А вот 99, ну, собственно говоря, все, кого я видел критики Роджер-Кенроза, они думают, что теорема Геодра-Кенроза – это именно то, что показало Роджер-Кенрозу. Ну, это просто совершенно невозможно. Значит, теорема Геодра-Кенроза – оно по человеческому сознанию, которое даже не упоминается в теореме Геодра-Кенроза. Вот. Там, значит, теорема Геодра-Кенроза – это в том, что человеческое сознание в определенных отношениях сильнее полуконечного автомата. Это совершенно другое утверждение. Вот теперь мы его давайте докажем действительно с опорами в теореме Геодра-Кенроза. Доказательство от противного делается. Ну, все, наверное, помнят из школы, что такое доказательство от противного. Значит, предположим, что некоторые компьютеры, меньшая архитектура, конечный автомат обладают всеми интеллектуальными способностями всего человечества. Значит, мы, ну, Геодра-Кенроз немножко не так это формулировал, но мы должны сравнивать мощность компьютера с мощностью, так сказать, сознания всего человечества. Правильно? Вот. То есть он представляет собой сильный искусственный интеллект в том узком смысле, в котором мы его понимаем. Вот. Тогда любой математик, а любой математик, он является частью человечества. Правильно? Поэтому можно взять математика, которая нам нравится. Вот. Есть такие математики, которые принимают теорему Геодра-Кенроза, но для меня можно контролировать. Вот. Используя свои математические способности на основе теоремы Геодра-Кенроза. Для этого конечного автомата может построить истинное утверждение, истинность, которая не может быть проверен этим компьютером, но которая ясна для математики о построении. Вот. Построение – это всегда возможно, так как доказательства теоремии Геодра-Кенроза и Геодра-Кенроза, или конструктивный характер. Вот. Значит, мы предположим, что существует конечный автомат, который может всё, что могут людям, мы не медленно демонстрируем утверждение, которое понятно человеку, и не может быть, в принципе, понятного, поэтому совершенно универсальному, конечному автомату. Всё. Это противоречие. Это противоречие в обычном смысле доказалось, что оно противно. И противоречие доказывает, что такого сильного искусственного интеллекта не может быть. Вот это вот действительно теория Геодра-Кенроза, которую никто не принимает. Я всё пытаюсь её довести до общественности. Он сильный искусственный интеллект, невозможно никаких компьютеров, на основе архитектуры конечного автомата. Это мы сейчас доказываем. Точнее, доказал Геодра-Кенроза. Вот. Значит, ещё раз я критикую критику Геодра-Кенроза. Значит, можно часто встретить такое утверждение в литературе. По мнению Геодра-Кенроза, мозг – это не компьютер. Ну, как бы, действительно, это следует из того, что мы сейчас доказали. Вот это неправильно. Это утверждение абсолютно неправильно. Потому что то, что мозг – это не компьютер, это не мнение Роджера-Кенроза, это доказательная теорема. Эта теорема, доказанная Роджером-Кенрозом, а не мнение Роджера-Кенроза. Вот то ли те, кто его критикуют страшно, то ли он подумать, то ли они этого понятнее в состоянии. Я не понимаю. Вот. Вот с этой стороны нужно, пожалуйста, ищите ошибку в этом доказательстве. Четыре строчки. Найдите в этих четырёх строчках ошибку. Я, так сказать, уже в течение, ну, 2010 года точно добиваюсь от критиков Роджера-Кенроза, чтобы мне представили нашу ошибку. Это кому-то доказательство, кроме распахивания руками, я пока ничего не увидел. Вот. Но это тип того, что сказать, что теорема Бифагора является мнением Бифагора. Ну, здесь как бы абсурд традиционный. Здесь тот же самый абсурд традиционный. В этом утверждении. Вот. Но не всё, на самом деле, так просто. Здесь существует много разных тонкостей. И вот первая тонкость, на которую обратил внимание сам Роджер Кенроз, а он много таких тонкостей рассматривал в своей книге, это значит вот что. Для того, чтобы спрогулировать геодовское утверждение, для того, чтобы было конечного автомата, мы должны знать структуру этого конечного автомата. это важнейшие звено для касательства теорема. Вот. И есть вот такой вопрос. Может ли такое Cuando Toysche структуры, что структура компьютера может оказаться настолько сложной, что она не может быть представленна… ну или структура алгоритма может оказаться настолько сложной, что она не может быть представлена в виде записи для анализа и изучения, по которую можно установить структуру этого алгоритма или механического автомата и сформулировать геодолитическое движение. Вот это, на самом деле, очень тонкий вопрос. И у первых книжек для подтверждения этого вопроса посвящено нескольких десятков страниц. Это самая сложная часть этой книги и прописок через межрезвычайную структуру. Я, как мне кажется, нашел более короткий путь. Сейчас я вам покажу раскрутение. И я, как сказать, тщательно просмотрел тексты Дерожьего Принюрова, и я там следов этого рассуждения не нахожу. Может быть, я что-нибудь там пропустил, потому что действительно это непростые тексты. Но я не нахожу там следов этого рассуждения. А рассуждение, которое перекрывает все эти десятки страницы, что мы хотим сказать Дерожьего Принюрова, оно вот такое. Значит, оно идет от физики. От физики оно идет. Вот смотрите, конечный автомат, вот реальный, любой реальный конечный автомат, это по определению классического устройства. Значит, классическое устройство, это такое устройство, на состоянии механизма, которое могут указать классические измерения, с любой исчерпывающей, и берет заданной точностью. Вот, что такое определение классического устройства. Вот. Значит, конечный автомат, будучи классическим объектом, выпускает исчерпывающие измерения со состояния любого интернета. Более того, на самом деле, хакеры именно так и работают. Вот как работает хакер? Вот у меня работает компьютер, и кто-то больше убирается не от пароля, а там все остальное, и узнать полностью, как он компьютер устроит. Это делается очень просто. Значит, запускается такой специальный вирус, который на мгновение приостанавливает работу компьютера, делает вот то, что называется там память. У вас вся память сбрасывается на диск и скачивается. И дальше, вот эту память, кто-то там изучает спокойно остановки, там, попивая кофейок, и через некоторое время взламывает его компьютер. Вот. Вот компьютер допускает, у вас вот конечный автомат, компьютер, конечный автомат допускает это по своему определению. Значит, если он этого не допускает, это значит уже не конечный автомат. А у нас все именно с проблемом для конечных автоматов. Вот. Значит, вот информационная запись такое измерение может быть прочитано, изучено любым исчерпывающим образом. Значит, это может быть очень сложная задача. Ее можно решать с помощью других скромодательных компьютеров. Это может быть делительный процесс изучения, но важно то, что этот правонок точно принципиально решает. Поэтому вопрос о непознаваемости алгоритма или неопознаваемости структуры компьютера не встает. Вот именно потому, что он решается вот таким вот образом. Можно так сказать, что конечный автомат из-за того, что он является классической системой, сам является информационной записью собственных алгоритмов. Вот. Поэтому алгоритмы, конечно, нам надо просто по определению образовывать под познаванием. Вот, собственно говоря, выводы вот же, актомироваться не такие же, но путь там шел через несколько десятых стераметров. Действительно, очень сложно. Вот. Ну, смотрите. Давайте пошли дальше. Значит, теперь мы увидели, что как бы не был компьютер, мозг, как бы, математика, может что-то сверху не было компьютера, поэтому отсюда можно, в принципе, сразу сделать, что мозг, математика, это не компьютер, не конечный автомат. На самом деле, это утверждение может доказаться совершенно независимой. Вот. Это будет просто другая формулировка, той же самой теореме Рожей-Бенроза, которая тоже содержится на странице ХРОК-У. Вот, значит, явные доказательства, смотрите, тоже делается противно. Предположим, что мозг математика, способного понять теорему Дёду-Фитрынга, на самом деле, является конечным автоматом. Дальше. Алгоритмы этого конечного автомата могут быть конечным образом изучены. Вот. Это на предыдущем слайде я показал. Это обязательно для конечного автомата. Если мозг не может быть изучен исчерпывающим образом, это не конечный автомат. Вот. Если мы предполагаем, что это конечный автомат, мы одновременно должны предположить, что он может быть исчерпывающим образом изучен. Вот. Значит, структура этого конечного автомата в мозг математики может быть изучена. И по этим алгоритмам, математика пользуется может построить геомельское утверждение, которое этот конечный автомат не сможет определить истинно одной или ложной. Но математик, на самом деле, сам знает, что это истина. Сникает противоречие. Одновременно тем сам математик, если это геомельское утверждение, одновременно знает и не может установить. Это точно так же доказательство противного. Я должен отказывать, что мозг-математика не является компьютером. Конечно, он в том, что он... Я ссылаюсь на Рейкова Селла, который, например, стал тебя зачитывать, потому что он непонятный. А он напишет, ну и что, что для компьютера можно сформулировать бедовские утверждения? Ну и мозг человека тоже компьютер, для него тоже есть бедовские утверждения. Все точно. Вот, 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 вот... Нет, не то, что он тогда в кейсе будет, а вот Джек Педвозов, потому что он неправильно написал. Он просто не знает, что он написал. Вот что-то беда, на самом деле. Материалы еще очень много. Материалы еще очень много. Материалы еще очень много, как я понимаю. Свои теоремы. И он там каждое возражение отдельно, внимательно рассматривает. Вот. Я этот материал много раз рассказывал. Отслуживал там со всякими компьютерами. Я получал отдельные возражения, которых не было у Роджера Пенроуза. Вот четыре возражения, которые я лично услышал, которые у Пенроуза приехали. Вот, первое. А какова, собственно, природа теорема Роджера? Вот, ведь все человечество и люди, они не являются математическими объектами. А теорема, вроде математическая, она должна быть о математических объектах. Вообще, является ли это теоремой математики? Какова природа утверждения? Ну, ответ простой. Вот, например. Все люди смертны, да, тут известная. Сократ человек, сверху это Сократ смерти. Ну, это, с одной стороны, это то, что называется силлогизм. С другой стороны, это простейшая теорема математики. То, что здесь сказано. Ну, очень простая. Какой математическая теорема? Ответ. Это теорема математической логики. Вот эта теорема математической логики, наука, наука, на утверждениях любой природы, на стульях стола, всем человечестве, инопланетянах и так далее. Вот, это, на самом деле, математическая теорема. Она струется в математическую логику. Все это и простой. Вот. Теорема Конроза зарисует не реальная вычислительная машина, а идеальный конечный автомат на машину тюринга, поэтому имеет отношение к реальности. Здесь методологическая ошибка делается. Значит, о чем бы мы не рассуждали наручным способом, мы всегда делаем рассуждение на языке модели. У нас просто нет иного способа научно рассуждать. Вот. Поэтому то, что мы пользуемся моделью, которая на машину доказать теорема, это совершенно нормально, и, ну, в принципе, не дано. Значит, если вы хотите, мы будем построить модель не идеальной машины тюринга, которая там делает ошибки, там, иногда что-то крыщит останавливать. Пожалуйста, сделайте такую идеальную модель, не идеальная машина, и попробуйте доказать что-то другое. Попробуйте доказать, что такой компьютер будет сильнее идеально. Но если мы не догадываемся, то это, как бы, будет классальное достижение. Я в такой и не верю. Вот. Теориа Ледрова заслована на методе доказательства опротивного, которое не предснается конструктивной математикой. Вот действительно, есть такая конструктивная математика, которая, мы видели, доказательства опротивного не признается. Вот. Она не признает еще много чего. Она, в то время, признает двойное отрицание. Вот. Я говорю, неверно, что неверно не означает, что верно, а может означать что-то третье и вообще ничего. Это, к примеру, демагогия. Почему? Ну хорошо, давайте, у нас там от 90 до 99 процентов математики основано на доказательствах откротивного. Поэтому, если вам не нравится доказательствах откротивного, хорошо, пользуйтесь только конструктивной математикой, но вы должны быть готовы 99 процентов действующей математики потерять. Вы к этому готовы? Оказывается, что не вполне, но мы к этому не готовы. Ну и последнее. Выпишем в ряд все правила рассуждения, которые использует математика и запрограммируем их в компьютере. Тогда этот компьютер сможет проводить все рассуждения, которые может проводить и математик. Значит, мы доказали, что математика – это не конечный автомат. У него нет конечного набора правил, по которым он действует следовательно. Поэтому ни о каком конечном списке правил его работы говорить не приходится. Вот мозг человека скорее бесконечный автомат, чем конечный автомат, я не люблю передать точного смысла этому тверждению. Вот, теперь. Ну, это все время Рожжево-Медрога за речь, что, конечно, о математических способностях. Но люди обладают не только эти способности, но и всякими другими. Значит, ребят, если математика может быть чем-то уникальна. Ну, значит, это скорее всего, конечно, нет. Просто математические способности для людей – это частный случай, когда вообще вот этой трудно формализуемой способности для людей предпонимания. Вот, ничего особенного нет. Скорее всего, когда люди проводят не математические рассуждения, они используют те же самые модные рассуждения, которые использует математик, который каким-то образом может при этом обойти в любой конфликт. Вот. Ну, вот, как я сказал, что все фундаментальные идеи вы думаете, и в десятый концерт, когда психологический цепочек – это стругацки, я их процентирую. Они сказали, что с таким повестным они назывались «Беспокойство». Она, в общем, не очень известная, используется стругацком, но, на самом деле, она очень, очень неплохая. Я его очень люблю. Вот. Ну, а теперь пошли дальше. Значит, Роджер Пенроуз формально доказал, что человеческий мозг это не копил, но вообще на таком общем интенсивном уровне это понималось давно. И еще Дар Роджер Пенроуз был дописан много про этот фильм. Вот, в частности, книга есть такая, в фильме «Ритмуса», «Чего могут вычислить ему машины?» Что там дальше? «Критика и искусство колоразма». Да. Вот так. Вот он там буквально пишет следующее. «Почему мозг…» Ну, там вообще много всего есть, но у него такие качественные рассуждения. Совсем интересно, что он пишет. «Почему мозг не композит?» Машины обрабатывают информацию, а человек работает со смыслами. И вовсе не очевидно, что человеческие смыслы могут быть закатированной информацией. «Мыслы» — это не вычисления. Вот, так сказать, сравнить вот этот уровень понимания с уровнем понимания Рейхова села. Для компьютера существуют биодерские утверждения. Мозг — это тоже компьютер. Для мозга тоже существует биодерские утверждения. Чем же мозг лучше компьютер? Вот, как бы, выражает полное понимание всей проблематикой. Вот. Вот этот, значит, первый этап разведения Роджи и Энронов — это просто доказательство, что мозг — это не компьютер. Значит, чем он не компьютер? Он не компьютер тем, что мозг демонстрирует невычисленную активность. Ну, там есть два темы — невычислительная активность и невычисленная активность. В общем, они, примерно, синоним. Надеюсь, наверное, как это все видно для оказаться. Вот здесь вот нужно теперь объяснить, что такое невычисленная активность. Значит, проблемы математики, они существуют в двух типах. Вот есть алгоритмически разрешимые проблемы, они, которые называются, очень слепыми. Это, значит, такая система проблем, когда можно написать один алгоритм, который решает все проблемы этого типа. Ну, например, в алгоритме глида для разложения натуральных чисел на простые условия. Это, к примеру, алгоритмические решения задачи. Ну, значит, обрешении всей системы неразрешимых поравнений и так далее, много таких. Вот. Здесь алгоритмически неразрешимые проблемы, в другом это называется вычисленные задачи. Значит, это хорошо известный пример, да, решение системы диамантового поравнения общего лица. Значит, система диамантового поравнения — это система уравнений, где решение должно быть найдено, в целом же числом, и капецепт там тоже целочисленные. Вот нет алгоритма, который решает диамантового системы уравнений общего лица. Это система задачи алгоритмического неразрешения. Так вот, описание работы мозга не может быть представлено алгоритмической разрешимой задачи. Вот это вот экспериментация, доказательство, результат, который доказал обученный робот. Иначе, говоря, мозг — это не компьютер, но если не компьютер, то что это? Вот задаёт рожжу-минозу следующий вопрос. Или по-другому более точно. Где находится источник вычислимости в мозге? Значит, вот вторая задача, которую решает рожжа-минозг — это вторая часть книги. И книг церковь из двух частей. Значит, первая часть, она аккуратно написана про диамантового рожжа-миноза, но вторая часть про то, чем может быть мозг. Вот так она устроена. И вот он обсуждает природные и вещественные антенции мозга. Значит, сначала он обсуждает, не может ли она содержаться в программировании разного типа. Есть программирование двух типов. Программирование сверху вниз и сверху вниз. Синцидия. Значит, программирование сверху вниз — это, ну, грубо говоря, обычное программирование, когда сначала ты пишешься в процедурную такую, которая должна вызывать другие процедуры, она должна вызывать другие процедуры, до сих пор, пока вы не доберетесь в довольно большинных годах, дальше дальше будет пересенье. И у вас такая задача программирование — нажимаете блок, но она сработает. Вот так. Программирование сверху вниз — это программирование типа на основе нейронных сетей и другие системы лучей. Значит, у вас есть некое гидро, и вы эту гидро чему-то учите. Или оно само учится, если такие даже системы. И после того, как оно не училось, оно начинает чего-то делать. Вот это ничего качественно не дает. Никакой вычастливости это не ведет. Почему? Потому что какая бы у вас ни была система с обучением, вы всегда можете найти жесткое гидро, которое сделано самым обычным, нисходящим образом, как самая обыкновенная программа. А все обучение, которое на этом гидро намазывается — это просто данные с точки зрения этого гидра, с которыми работает эта программа. Но программа не должна относиться с данными. А чем она еще работает? Так что ничего необычного здесь нет, это не фракет. Вот. Может быть, аналоговые вычисления нам что-то дадут? Да нет. Аналоговые вычисления, они могут эмулироваться на цифровом компьютере с любой напередзавной точностью, поэтому ничего нового они не дадут. Не заключается ли причина невычислимой активности мозга — открытости мозга как система. Вот многокрактно, совсем отчетно, что можно открыть систему, поэтому там невычислимность. Ну, смотрите. Первое положение — вне мозга никакой невычислимой физики нет. Если вне мозга нет никакой невычислимой физики, тогда нет, чтобы мозг взять невычислимость из окружения. Значит, это просто по-два. Второе вариант — вне мозга невычислимая физика есть. Ну, во-первых, если вы предполагаете, что невычислимая физика есть в мозге, то вы вообще предполагаете, что она может быть. А во-вторых, ведь мозг — это самая сложная из всех известных нам систем. Поэтому, если где-нибудь искать, это невычислимой активность, то это не вне мозга, а внутри. Вот. Так у Рожьего Микроуза видишь? Нет, это тут тоже Небяковым не будем заниматься. Значит, причиной должна быть невычислимая физика внутри мозга. Спрашивается, какая? Вот. Рожьего Микроуза аккуратно рассматривает всю известную физику. Поэтому его книжки является, но мы не находим путеводителя по всей известной физике. Хотя он действительно более популярный в этом месте. Вот. Такая есть физика. Механика. Нет. Вся механика точной числики. Там есть равноверные дифференциальные уравнения и никаких чудес. Всё это алгоритмически решается, если угодно при результатной точностью. Классическая теория более — то же самое. Задача Гожи, предельная задача — всё решается, что его не принадлежит точностью. Классическая статистическая физика. Вот здесь немножко сложнее. Рожьего Микроуза потом пишет, что компьютер на самом деле не обязан к статистической физике точно воспроизводить некоторую систему статистическую задачу, потому что задача сама ставится по-другому. Представляет интерес не каждое конкретное поведение, а типичное поведение. А вот типичное поведение компьютера очень легко отстранить. Для этого в компьютере есть датчики случайных чисел. Датчики случайных чисел сейчас, как обычно, они с любой точностью могут эмулировать реальный случайный процесс. Ну, я, например, пользуюсь в своей работе таким датчиком, он называется «Энерсон Твистер». Он говорит, что им два степени интеллигации тысяч девятьсот тридцать сетей в высоте. Значит, если я назначу каждому плану, в степени лицу времени, вызываю новое число, то времени и жизни Вселенной сильно не хватит, потому что переживают себе такие случайные числа. Вот. Значит, что у нас остаётся? Квантурная физика. Вот здесь все должны испытать культуру дешёвства. Почему? К тому, чтобы чисто логическим путём чисто логическим путём пришли к тому, что мозг должен реализовывать квантовые процессы. Почему? Потому что не остаётся ничего другого. Но Роджер Пенроуз идёт дальше. Вот это то, что вообще никто не понимает. Он видит, что обычная квантовая физика тоже вычислима. Поэтому мозг не квантовый компьютер. А что ж тогда мозг, если никакой нашей известной физики не хватает? Вот. Роджер Пенроуз пишет, что мозг недостаточно быть квантовым компьютером. Он должен реализовывать какую-то новую, ещё не открытую, не вычисленную физику. Вот и всё. Так вот к этому приходит чисто логическим путём. Здесь нет ни одной гипотезы по дороге. Можно было бы где-то ошибиться, что на такой, так сказать, накосячить. Но ни одной явной гипотезы здесь нет. Вот. Ну вот дальше у меня есть сам набор спекуляций, чем как требует может быть эта гипотеза физика. Там какая-то срок квантовой гравитации. У R на обществе редакционных процедур это оплатывалось. Вот поэтому он уже не упускается. Это всё очень интересно, но это не имеет отношения к делу. Значит, вывод Роджера Пенроуза, обратите внимание. Мозду не достаточно быть квантовым компьютером, чтобы реализовать неким привычным процессом. Про Роджер Пенроуза везде пишут одно и то же. Роджер Пенроуз думает, что мозг – это квантовый компьютер. Ну вот как так можно? Отвезите себе, пожалуйста. Я не понимаю. Ну, давайте я просто зачитаю с словами Роджера Пенроуза. Как бы то ни было, представляем нервный аргумент, предполагая не только макроскопическую квантовую гигеременность. Это вот такая скошка, что мозг не квантовый компьютер. Они предполагают, что биологические системы, называемые человеческим мозгом, каким-то образом берут стрелы, воспользуются за их интересом физическими феноменами и человеческой физикой неизвестными. Понимаете, текстом написано, ну как можно было это не увидеть? Ну и дальше написано, что чем это может и чем это может быть в прямом мнении. Посмотрите, какая есть интересная вещь, получается, в которой, по-моему, нет ничего неожиданного. Посмотрите, в новую физику, оказывается, могут виси не только суперкалайпы и микрофизика, и супертелескопы, это космология Ранной Вселенной и так далее, но и наука осознания. И что здесь нет удивительного? А нет удивительного здесь то, что микрофизика – это самые мелкие масштабы, космология – самые большие масштабы, а мозг – это самые сложные структуры. То есть новая физика может возникать на границе экстремальной сложности. Вот еще похожий город первый. Вот, теперь критика. Значит, по-серому, вот я сказал, теперь критика. Во-первых, значит, риторическое замечание. Конечно, перед руководством ошибается, что у меня мозга нет невычислимой активности. Она там, конечно, есть. И этой невычислимой активностью является активность всей развивающейся Вселенной в целом. Почему? Потому что ее невозможно вернуть в какой-то компьютер. Мозгопоопределение здесь не снижает проблему бесконечной революции. Значит, компьютер должен ввесить в себя всю Вселенную, включая в себя самого, и начинать с бесконечной модель. Вот, это невозможно. Действительно, такая невычислимой активности в дне мозга есть, но это не важно. Вот, действительно, от Вселенной можно ожидать чего-то там постоянно нежит, и это влияет на наше мышление. Например, на моем мышлении мышление очень сильно влияет, как и стратегия. Я постоянно об этом думала. Вот, но похоже, что это не имеет прямого отношения к георгическому доказательству. Вот, проблема георгического доказательства лежит где-то в другой возрасте. И вот невычислиленность того срока, о котором я и сказал, вся вся Вселенная сомнение, что-то не то. Вот, теперь я хочу программизировать вычислиленность квантовой физики, на которой настояло Роджер Миронов. Вот, наш первый, наивный подход. Действительно, с наивной точки зрения, которая, на мой взгляд, и исповедует Роджер Миронов, я не могу, пусть меня просит эти слова. Нельзя сказать двоих словах, чем отличается квантовая физика? Нет, я сейчас об этом поговорю. Это совершенно не проблема. Значит, вот смотрите, с наивной точки зрения. Значит, в квантовой физике состояние системы – это векторы гибридного пространства. С точки зрения компьютера – это крайне простая вещь. Это просто цепочки чисел, ну, там, комплексных чисел, которые хотели из общинной объятий. Это просто векторы числа, больше ничего. Эволюция квантовая – это унитарное преобразование. Вот, они, на самом деле, в квантовой физике используются либо унитарным преобразованием, это точно, изначально простая вещь, это просто процесс умножения квадратной матрицы на столбец этих чисел. Ничего не алгоритического нету. В первых решениях линейных инференциальных сравнений, что тоже, как бы, очень просто. Здесь нет ничего не алгоритического. Вот, и есть там еще измерение. Ну, измерение – это такая-то странная вещь в актере физики, но, с точки зрения техники, здесь должен быть ничего не участвуемого. Это используется в вычислении вероятностей. Вероятность используется в вычислении того, что называются скалярными произведениями инфекторов. А скалярные произведения инфекторов крайне простая вещь. Это после третьей самой строчки чисел. Они почти это друг на другу перемножаются и все складываются. Вот и все. Чего здесь алгоритмическое? Все алгоритмическое. И более того, на основе вот этой всей математики можно не просто все вычислить в квадратной физике, можно со сколью входит в точность, чтобы симулировать квантовое произведение. Для того, иметь генераторы случайных 400 компьютеров, которые, как я бы сказал, реальные случайные процессы, могут симулировать со сколью входит в высокой степени точность. Вот, значит, формально говоря, фрагментная квантовая реальность пропускает исчеркнущее представление классического компьютера. Вот, в частности, квантовые компьютеры можно симулировать в классическом компьютере. Поэтому нет ничего такого необычного. Более того, есть стандартные пакеты для решения этих задач. Но тут есть некие ограничения, о которых я сейчас скажу. Вот. Эти компьютеры не могут быть слишком сложными. Я сейчас скажу, что такое квантовый компьютер отвечает обычному компьютеру, чтобы, так сказать, немножко конкретизировать это понимание. Значит, квантовый компьютер, он оперирует состояниями битов. Бит — это классическая система с двумя различными состояниями. Вот, например, у вас есть две ямки, и у вас есть шарик. Вы можете шарик положить сюда, либо сюда. Вот здесь мы назвали 0, здесь назвали их единицей. У вас есть два состояния, или 0, или 1. Это бит. Вот в обычном компьютере, как у нашего вставлята, там есть квантовый, который состоит с двумя-думя из этих бит, и он с этими битами работает. Теперь квантовый компьютер работает не с битами, такими классическими, а то, что называется кубль. Это, значит, похожая система. Вы тоже можете представить себе две ямки. Две ямки. Но у вас не обычная классическая частица, а у вас микрочастица. И для микрочастицы выпустимо таких состояний, когда она может быть в двух ямках одновременно. Вот. Это вот нахождение в двух ямках одновременно характеризуется комплексными весами. Например, 1, 2. 0, 1 и 1. Это такое принятое обозначение состояния квантовой механики, которая называется грантовыми обозначениями. Вот. Если точно известно, что и здесь находятся наши микрочастицы, это будет состояние точный ноль. Если здесь будет точный единиц, мы возможны и смеси эти будут состояния, которые, так сказать, геометные смеси. Вот. Хорошо. Это один кубит. Вообще, квантовый компьютер должен быть много кубитов. Вот если есть два кубита. Вот если есть два кубита, то в этих компьютерах показывается, так сказать, есть много разных состояний, много разных типов. Вот общее состояние компьютера. Значит, здесь какие будут состояния? Оба кубита имеют состояние ноль, один ноль, другая единица, один единица, другая ноль и оба единица. И здесь возникает 4 компрессных весов. Компрессных амплитуды, с которыми эти комбинации входят в состояние компьютера. Вот такие вот состояния. Это все состояния, которые исчерпывают состояние компьютера, если он состоит из другого. Ну, они сразу и грояруют? Нет, это амплитуды. Да? Сразу и грояруют? Нет, амплитуды имеют. Вот то, что здесь написано, называется перебютанное состояние. С пунктом и с пунктом и с пунктом. Вот, я думаю, что там такой термик возвращается. Вот у компьютера двух пубитков интересен. Интересен компьютер, у которых много пубитков. Вот, например, тысяча пубитков. Вот здесь у нас выписаны столбы и все состояния, вот таким способом, как здесь, в которых можно хранить вот такой компьютер. Так вот, здесь вот амплитуд, оказывается, два в тысячной степени. Это колоссальное число. Это гораздо больше, чем пунктуаторских элементов пространства в близкой части света. Вот. И что здесь возникает? А тут возникает ложь там. Вот, допустим, мы хотим реализовать в классическом компьютере модель тысячу пубитного квантового компьютера. Что мы должны сделать? Ну, мы всего лишь должны запомнить все эти упражнения амплитуды. Но амплитуда, оказывается, таких двадцатьтысячных степен. И запомнить их в компьютере, который поместится в видимый горизонт нашей Вселенной, принципиально невозможно. Вот. Внутри горизонта можно в обычной материи, отродной, так называемой, размести 10 в 90-е информацию, а нам нужно в двадцатьтысячной. А если мы будем пытаться разместить по данному битой информации в каждой планке ячейки пространства размером 10 в 33 сантиметра, то это будет 10 всего на всего 175-е. А нам нужно, ну, нам нужно десять в тысячу. То есть не хватает колоссального количества порядков. Вот. Поэтому, несмотря на то, что квантовая механика формально вычислила конечными автоматами, фактически, эти вычисления невозможно реализовать в нашей Вселенной. Вот. И здесь возникает такое понятие, как мысмологический горизонт вычислений. Вот. Поэтому, вот здесь вот, как бы, у меня начинается раскраснение с Розеном Петровича. Он говорит, что да, пантовая механика формально вычислима, и делает, значит, формальное доказательство мы должны выходить из этого представления. А я говорю, что это утверждение, что сложные квантовые системы тоже вычислили под обычными планечными автоматами, не имеет физического смысла. Вот. Поэтому, у меня нет уверенности, что аргумент Пенроуза вычислений, если квантовая теория в пользу еще неизвестной теории работает. Вот. Значит, мне, как я говорил, с Пенроузом обсуждать эти вопросы. Вот. И какое его было возражение в мире? Вот. Он мне сказал, что мы не должны апеллировать к физике, когда проводим формальные математические доказательства, а доказательства теоремии Пёдера и Тюллин не имеют формальную математическую природу. Вот. Вот здесь вот я с ним не согласен. Но я не могу как бы лучше формализовать свои возражения. Я думаю, что поскольку мы все-таки адресуем реальное устройство такое как сознание человека, которое помещается в нашей Вселенной, мы должны исходить из физически реализированных процедур. Вот. Аргумент Пенроуза с этим не согласен. Ну вот, хорошо. Допустим, Роджер Пенроуз неправ, я прав, когда сознание можно иммунировать не в таком обычном компьютере. Здесь тоже, без сомнения, нельзя. Всё, это, это, это. А вот сквакуум, сквакуум может быть можно. Может быть можно. По этой линии рассуждения Роджер Пенроуза, теоремы Роджер Пенроуза, с моей точки зрения нет возможности закрывать не полностью. Ну давайте посмотрим, чем Роджер Пенроуза привезет. Значит, тогда, в принципе, возникает возможность создать фантовый симулятор, который действительно можно принести сознание человека. Здесь возникают разные интересные возможности. Вот я вернусь к Роджер Пенроузу. Почему пост не компьютер? Машина обрабатывает информацию, а человек работает со смыслами. Вовсе не очевидно, что человеческие смыслы могут быть закодированы информацией. А если не информация, то чем? Вот мы получаем ответ на этот вопрос. Значит, из теореток Роджер Пенроуза следует, что формирование смыслов обязано, играя в какую-то роль, квантовые процессы. Вот. А квантовые состояния не являются носителями информации. Почему они не являются информацией? Объясняется очень просто. Важнейшим свойством любой информации является возможность ее копировать. А квантовые состояния этого не допускают. Если у вас есть заранее такое неизвестное квантовое состояние, просто взять и скопировать его невозможно. Там есть другая процедура – телепортация. А копирования нет. Поэтому квантовое состояние не обладает одним из важнейших свойств обычной информации – копированности. процессы такого типа, когда у вас есть мантра системы с каким-то неизвестным состоянием, есть система, куда вы хотите это состояние записать, а результаты получают исходы системы исходного состояния и копия это состояние запрещены. Вот. А носители ничего же являются мантры состоянием. Вот они не являются носители информации. Носители чего являются. сейчас я объясню. Значит, нужно немножко вдуматься в то, что такое просто информация. Вот мы представим привыкли тело с информацией без инновационных записей. Вот я могу вам такое число 4711 записать на бумажке, заказать в компьютере, запечатать и так далее, и это будет одна и та же информация. Вот там обычная абстрактная классическая информация – это то абстрактное общее, что объединяет все такие записи. Можно дать такое определение. Вот. Так вот, на самом деле в квантере визе возникает нечто очень похожее. Значит, оказывается, что квантерные состояния с одной и той же структурой вот, структурой квантерного состояния могут быть реализованы на разных носителях. Вот здесь вот два примера представил. Скажем, это могут быть состояния, которое выражается направлением спины, частицы в разные стороны вверх есть. Может быть, то, что называется квантовой точкой, две квантные ямки и положение либо здесь, либо здесь. Это совершенно разные физические системы, но квантовое состояние одно и то же структура. то общее, что объединяет квантовое состояние для разных носителей, но с одной и той же структурой, это и есть абстрактная квантовая информация. Надеюсь, понятно, да? квантовая информация это совсем не информация, это абсолютно другая вещь, потому что, повторяю, не обладает свойством копировки она. Так вот, если мозг реализует квантовые процессы, значит, она работает с квантовой информацией. И вот квантовая информация, это может быть то, что кодирует смысл. вот ответ к вопросу Дрейкуса. Он спросил, что такое смысл? Это не информация а что? А это квантовая информация, которая совершенно не равна обычной информации. Вот ответ. У меня уже такое кончание. Значит, перехожу к последнему замечанию. Значит, для квантовой информации копирование запрещено. Вот здесь процесс копирования изображен, как я уже показывал. А разрешена телепортация. Значит, телепортация протекает сверху. Вот у вас здесь есть квантовое состояние, которое вы хотите телепортировать на систему В. Это можно сделать, но результатом является то, что система А оказывается в неопределенном состоянии. Ее состояние просто стерто. Ну, это какой-то хаос. Вот. Значит, от этого я сейчас плавно перейду к идее Аполлога. Выглас человеческого равна на искусственное насильство. Вот. если сознание имеет квантовый звук природы, действительно, тогда можно сделать что? Что можно сделать? Структуру мозга скопировать можно. Но вы при этом скопируете не сознание, вы скопируете носитель мертвую оболочку. Вот. Это не будет скопировать как сознание оболочку, но структуру этого сознания, или можно скопировать структуру гимна этого пространства, в котором потом будет лежать сознание. Вот это сделать можно. Значит, предположим, это сделать. Вот. Значит, скопировать сознание, сохранить оригинал, невозможно. Это невозможно потерять невозможность планировать квантовым состоянием. Но можно, в принципе, сознание телепортировать надо такого заранее подготовленного носителя. Вообще говоря, это возможно теоретически, но чрезвычайно сложная процедура, где я так и прикинул, потому что если процесс мозга это действительно единый филантовый процесс, хотя это может быть не совсем так, то нужно сделать примерно десять сороковой степени отдельных квантовых операций для того, чтобы выполнить вот такую терепортацию можно на внешний носитель. И при этом нужно ни разу не ошибиться. Либо нужно какой-то мощный алгоритм покориться ошибками, о котором даже пока еще не известно. Но принципиально это возможно. Значит, вот эту процедуру провести можно, но тогда в оригинале сознание обязательно исчезнет. Сознание существует, если он падает, принципиально в единственном соединении. В этом отношении сознание напоминает то, что интуитивно называется душа, которая тоже находится в единственном экземпляре. Ну и как при этом думаешь, что можно ее туда-сюда переносить. Вот теперь один очень тонкий момент, который совершенно написан в этом книжке, который я сейчас скажу. Вот смотрите. Значит, я сказал, что сознание, в принципе, можно импортировать на заранее подготовку и носитель. Значит, здесь все понятно. Вот. Но, я теперь обращусь, извиняюсь, к транскоррациональной психологии, да? Нет, это инструментальная информационная уникальность. Ну, что-то в этом будет, да. В другой раз. Значит, там используется такая терминология, что сознание может быть воплощенным. Это значит, сознание, которое на курснормальной системе не разоплощенное. Вот. А можно ли интелепортировать человеческое сознание какую-нибудь разоплощенную форму? Это можно сказать, что это довольно что-то неприлично, но и практика тоже. Вот. Вот попробую сейчас не обсудить этот вопрос в том, что это очень среднее. Пока не понятно вообще, что имеется в виду. Но я конкретизирую. Вот я говорил, что информация может быть понимана как абстракция от разных информационных записей. Вот у вас есть информационные записи, которые выражают одно и то же, а абстракция это и есть абстракт информация. Поэтому вы привыкли связан с информацией обязательно с информационными записами. Спрашивается, а может информация существовать в таком-то другое? Ответ. Да, может. В пример. Возьмем какое-нибудь дурацкое число, например, 4711. Возьмем всего квадратную зорь. Получится рациональное число бесконечное. И давайте мы рассмотрим триллионный знак этого числа. Вот этот триллионный знак точно не написан ни на одном носителе информации. Его точно никто не знает по форме компьютера. Вот. И тем не менее, его можно вычислить. Если разные люди начнут его вычислять, они получат одно и то же. Почему? Потому что он существует до того, как его кто-то начал вычислять и до того, как он был нанесен на любое значительное информация. Вот этот вот триллионный знак он существует вне всяких традиционных носителей в силу логической необходимости. Я это называю так. Он существует абсолютно объективно. Он там просто есть. То есть, обычная наша информация не обязательно должна быть связана в традиционном носителе. Существует способ существования обычной классической информации вне традиционных носителей. Конкретно в силу логической необходимости. Вот здесь возникает какая-то аналогия. А может быть возможно телепортация нашего сознания на какое-то состояние напоминающее состояние вот этого самого упомянного триллионного знака возложения четырехнических сотопинцев. То есть так, что он объективно существует вне всяких позиций. Может сознание, душа, как бы назови, тоже будет существовать каким-то аналогичным образом. Значит, можно или взять нет ответа? Ответа нет, но вопрос не бессмысленный. Ну, это ответ на уровне веры. Я такие ответы не принимаю. Вот. Но вопрос это не бессмысленный и не бессмысленный в совершенно научных постановках. Ну, так я сейчас это описываю. Ну, так что? Всё? Давайте просто кратко подытожим ход, так сказать, моей мысли. Значит, доклад состоял из двух частей. Первая часть была представление позиции Тенероуза для пешеходов. Значит, первый утверждение Тенероуза «Мост человек и не компьютер, мозг реализует невычислимую активность». Второй пункт. Невычислимая активность реализуется благодаря невычислимой физике, используемой в мозг. И третий пункт. Как вся известная физика вычислила, то есть невычислимая физика неизвестна. Это просто соотношение Пенерово. Потом моя третья. Банковая физика также сложена как системы мозг. физически невычислимая в нашей Вселенной. Поэтому утверждение о вычислимости сложных квантовых систем физически бессмысленно. Вот. Поэтому остается шанс, что мозгу достаточно реализовывать только обычные квантовые процессы, для того, чтобы продемонстрировать эффективным образом невычислимость, которую наблюдал Пенерово в своем доказательстве. Вот. И в этом случае мы можем как бы пронести свет на вопрос, что такое человеческий смысл? Тогда человеческий смысл является не информацией, а является квантовой информацией. Будьте внимание, что квантовая информация это совершенно не то же самое, что информация. все. Спасибо. Спасибо. Сейчас мы будем задавать вопросы. Пожалуйста. Выбирай, пожалуйста. Ваш вопрос. Меня очень интересует связь с понятием смыслов. К чему именно это понятие выбрано? Обычное принимание смыслов, которое изводит к тому, о чем-то говорим. С моей точки зрения нет точного определения, что такое смыслы, которыми оперирует человек. Но есть совершенно желание понять, что это такое, которое я помню. И вот утверждение, что смыслы, которыми оперирует мозг, сознание, есть на самом деле квантная информация это один из более непонятных способов ответа на этот шапот. Я просто не знаю другого способа ответа на этот вопрос, и вот третий вопрос, на который посылался, он тоже не понимает, как отвечать на этот вопрос. А смысл 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 не является функцией то есть универсальной разума средства смысл смысл Секундочку. Вы не были на прошлом моем выступлении, я обо всем это говорю. Я говорю, что я... Во-первых, похоже. Сознание, работа мозга, душа в каком-то смысле используют как сегодня, хотя отлично понимаешь, что мне не стал не радиться, но если бы я начал принципицировать всю эту терминологию, вот здесь стал ключиком с неконятностью. А можно привлечь, да? Понимаете, создание вопросов. Минучек. Во-первых, давайте организованно задавать вопросы раз, а выступление два. Если у вас есть вопрос конкретный, а не возражение, задайте вопросы. Если вы хотите возразить, мы вам дадим слово, и вы выступите и сказали. Пожалуйста, пойдите. Да. Хорошо. Я правильно, я перекупил время, сейчас перешел, что в 7 часов. Последний разговор по информации вне носителей, да? Вот. Не то, правильно я понял. Скажем, если у нас есть фрактальная скульптура, то ее можно представить просто как форму, которая развернет какая-то скульптура. Это вот аналог того самого триллионного знака или любого другого. То есть, тем самым информация может содержаться в сжатой форме. Как-то, например, при формизме, да? Вот. И в зависимости от того, что этот алгоритм будет разворачивать, но это как своего оператора разворачивания картин мира и информационной матрицы. То есть, это такие монады, как бы, из которых потом вырастают обычные формы функционного. Правильно я понимаю, это так можно, если бы? Нет. Нельзя. Почему это не то самое? Объясняй. Сейчас испорним, если бы, посмотри, как есть. Откуда я выводил объективное существование этой информации, которая обстрах не существует? Вычисление разными способами разными людьми дает один и тот же результат. Это происходит только в том случае, если ваша математическая система не противоречивает. А не противоречивая система, а не противоречивая математику на население запрещено. Силу теории выводы. Поэтому то, что разные вычисления дают один и тот же результат, это чистый экспериментальный результат. Это каждый раз надо проверять, это не откуда, а следует. Корень программы и алгоритмическая форма, там, значит, роста, соответствующего прокачка классического, это все из одной же категории. Такая цена есть. Правильно? В принципе, да. В принципе, да. Тем не менее, каждый знак содержится отдельно и воспроизводительность каждого знака надо проверять. Почему? Потому что мы не можем верить. Экспериментальный математик. Да. Экспериментальный математик. Экспериментальный математик. Это факт. Мы должны быть. Математика есть экспериментальная наука. Посчитайте про боги. Они пишут в первом топе, что уверенность в нашей математике не основана ни на чем, кроме опыта. Ни на чем. Вот. Это точно такая же естественная наука. Вот оттуда мы знаем, что есть Луна. Потому что мы выглянем обоже. И как не выглянем, так она есть. Но мы не говорим, что есть слово «Луна» или «Луна» или «Луна» существование. Поэтому надо убеждаться. Вот точно такая разница. И второй вопрос. По поводу невычитывости. Когда у нас есть некий хоризм как Вселенная, понятно, что все хвостики всех объектов квантовых, а все квантовые, они где-то там пересекаются, какая-то прегерентность возможна. Когда мы начинаем обсуждать конкретную, ограниченную, хоть и сложную систему, и начинаем ее описывать, понятно, что эти хвости мы не уплотили. Вот это неучисленность. Связано с тем, что работает весь универсум, а не конкретная часть его, или же с чем-то нет. Малость опоздала, я просто говорю. Не связано. Не связано. Точнее, я говорю, это такое, скорее всего, не связано. Хорошо. Пожалуйста. У меня прям слайдный проект вопрос. Ваши вопросы? У меня вопрос. Два вопроса, да. Вы тут говорили о необходимости, вернее, генроуз, отбирать в него выводу необходимости появление как-то новой эфи, так сказать. Генроуз? Генроуз. Вы согласны или нет? Нет. Нет. Точнее, я говорю, об этом мы и умеем, так скажем. Хорошо. Это хорошо. Мы начнем. Я считаю, что генроуз, согласно которым, Господь не использует ничего, кроме обычной квантовой физики, она остается допустимой. Ну, я понимаю, мы классические позиции. Технии позиции. На квантовой. На квантовой, да? На квантовой. На квантовой, классической, классической квантовой физики. Ну, тогда у меня такой вопрос. Ну, вы делаете хорошее предположение, что такое квантовая информация? Я так понимаю, что вы отличаете себя от информацией. И каким законом она причиняется? Может быть, здесь есть новая физика, которая гуляет? Это обычная квантовая информация. Нет. Самая обычная квантовая физика, она предполагает наличие, значит, некого такого квазинформационного объекта, который называется квантовой информацией, который не является обычной информацией, но это свой сам обычный квантовой физики. Ну, это просто какие-то пространственные временные состояния, что ли? Нет. А что ли? Состояние монет! Нет. Три уже описанogle, черты квантовой информации отличаются от обычной информации. Она отличается в одном фундаментальном инскете. Мы можем ! Вы согласны обычную информацию, сколько угодно копировать! Понятно! К квантовой информацию нельзя скатировать trzy разы! Понятно! Поэтому вот о quê не информация? Свойства копить, у нас это основное свойство информации вашего. прокопать, пожалуй, а не маленькие. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как соотносится сознание с мозга? Является ли сознание самостоятельным или же продуктом мозга, или же мозг является инструментальным передачником человека, того, что происходит в сознании? Наверное, мы тоже не были на прошлом моем выступлении, потому что я как раз говорил об этом, по-моему, в рейтинге. И смысл такой, что я не считаю, что процесс мышления сосредоточен в мозге. Процесс мышления сосредоточен во Вселенной. Вселенная мысль в целом. А мозг является интерфейсом. Почему я так считаю? Потому что невозможно отделить те вещи, которые влияют на ваше мышление, от тех вещей, которые не влияют на ваше мышление. Здесь нет никакой мистики, эзотерики. Это чисто практическое наблюдение. Из-за отсутствия этой границы происходит. Так, еще вопросы? Наступление защиты, да? Кто желает выступить? Да. Пожалуйста. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить актора, за блестящее, я считаю, наступление, первое и второе, я с большим вниманием на прослушку. Был необычайно рад, что выступал физик на эту тему. Физики на эту тему, а осознание, как правило, уходит. Да. Ну, правило, не столько правословия, господин Нордан, но так. Физики уходит. Значит, большой плюс. Я сначала от плюсов, потом от минусов, как-никак. Да. Ну, это эзотерика. Да. Ну, эзотерика, да. Эзотерика не наука, к сожалению. Пока что есть автопрактика. Вот. Значит, прекрасное выступление связано с тем, что вывод в том, что вопрос о сознании, это вопрос физики, это вопрос фундаментальной физики, это вопрос о существовании новой физики, которую мы не знаем, не понимаем, и сознание видно, мы будем решать этот вопрос. Тогда мы поймем, что это новое решение. Вот, к какому выводу вы пришли, я так думаю. И это прекрасно, потому что к такому выводу приходят единицы людей. Вот. Но, есть недостатки, что вы сейчас с этим относитесь в российской политике. Значит, я хочу вас оправдывать, а можете оберечь, тут надо. В эфире. Не я. МГУ. Наш любимый МГУ. Вот книга. Чернуха Виктор Владимирович, выпускник лица, который битмарка, ну учился в английской эстерии, но надо мне. Написал книгу «Называется физика неизвестной реальностью», где он рассмотрел эти вопросы. Я передаю эту книгу «Гимельц». Может быть, он найдет там тем интересными семинарами, а вы уже откладываете докладку. Я докладываю, да. Чак. Марий Юрьевич, да? А сейчас передаю вам… Спасибо. Значит, смысл заключательного в том, что сделано попытка разработки такой новой физики, которая им отвечает, вот, знаете, отвечать на вопрос со мной. Значит, чтобы не быть голословым, я выступаю на разных семинарах, в том, что я приехал из Сочи, там было одно жильество, посвященное местным физическим геодерным реакциям. Ну, мы знаем эту проблему. Мы, я по такому образованию, я его инженер. И появились проблемы. Появились личные реакции, которые позволяют строить дископерные генераторы. Физики ничего не могут понять. Принесли температура. Не исчезло, не терение. И, ну, 25 лет, благодаря, там, рука, докладку, и непокладку. Про какие-то, значит, семинары. Знаете, в семинарах профессиональные физики, экспериментаторы и теоретики, я это уже рассказал. К сожалению, автор, я не думаю, пришел. С удивлением смуток. Но, тем не менее, воспринимательные идеи. Значит, я просто вас призываю. Мне очень понравилось ваше воскресенье. Пожалуйста. Пусть ладно, познакомьтесь с этой работой. Мне кажется, ваша позиция очень близка от него водит. Я даже сказал бы так. Что делите-от делите, делаются случайными людьми, которые друг друга не знают, что вот на разных, в разных странах идти нет. Но, в целом, я хочу сказать, что замечательно и спасибо вам. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо, конечно. Спасибо. 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 В космологии существует понятие о горизонте событий. То есть мы можем наблюдать только то, что находится внутри горизонта событий. А по оно вводит в понятие космологический горизонт вычисленности. Значит речь идет о том, что для вычисления поведения важных квантовых систем, в общем мозге, если это квантовая система, требуется степень мощности классического компьютера, который нельзя реализовать. который нельзя реализовать. Ну пусть опять-таки не хватает ни времени, ни места, ни силы, ни хотя бы. Вот это он называет космологическим горизонтом событий. И он тоже фундаментален. То есть вот, как я говорил, это он называет космологическим горизонтом несовместимости. И горизонт вычислит космологическим горизонтом вычисленности. И этот горизонт с той же фундаментален, как космологический горизонт событий. Ну и вот в связи с этим у нас утверждается, что если работа мощная на некотором фундаментальном уровне опирается на что-то похожее на квантовые вычисления, то размерность такой квантовой системы будет столь высока, что ее физика будет неучислима в смысле по самому космологическому горизонту. И дальше, значит, я просто цитирую. Говорить об учислимости поведения квантового мозга в физическом смысле. Но я когда-то прочел этот размер, я знал, что здесь есть некое противоречное. С одной стороны, значит, допускается, значит, то, что у нас может быть в этом процессе, а потом и говорится, что это бессмысленно. Я даже написал, что это Бог, что это будет, что он чем-то проговорит, но потом и сознал, что проговорит, что нет, то есть ли это о том, что бессмысленно вычисляетесь, классическом компьютере, прочим. То есть если я правильно понял нашего докладщика, то он допускает возможность реализации сильного искусственного интеллекта, но только на основе квантовых устройств. Пока допускает. Да. А вот учитывая множество нерешенных проблем, о которых речь шла в основном на прошлом семинаре, множество нерешенных проблем по биологии клетки и постологии, учитывая множество нерешенных проблем, Александр Дмитриевич приходит к выводу, что создание сильного и, по крайней мере, в ближайшее время маловероятное. Я думаю, это такой очень осторожный вывод. И я еще раз хочу подчеркнуть, что с точки зрения метод науки создание сильного и не маловероятное, а невозможно. И не только в ближайшее время, а в принципе невозможно, поскольку, повторяющий разум, сознание лежит вне мозга. А мозг это просто трансформировать мысли в форму, доступную для нашего физического организма. Но это тоже нельзя, конечно, доказать этим словом, и действия начнет вне мозга, все-таки такое. Понялся на мой взгляд? Значит, я хотел бы вот просто обратить внимание. Здесь речь идет о сознании в таком смысле высоких подносинных комплексов, смысл и прочее-прочее. Ну, совсем недавно, На самом деле, тема удовольствия идет она среди биофизиков, биологов, геменитиков. То есть, как рассматривать, скажем, живой организм с целью математического моделирования. И когда вы, да, там честный эксперимент, совершенно без единственной науки, никакой должности нет, они смотрят тремлеры, смотрят движение зрачка, соответственно, давление, показательность крови и так далее, и так далее. И, в принципе, некий длинный гремний вид. Что нам современная наука, ну, DPC-норгейских, говорит? Самое сложное, что мы там до сегодняшний день в моделях видим, это странные аттракторы, которые могут построить, мы скажем так сказать, по, и по крайней мере, их размеренности вычисли, по алгоритму тактноса, как действительный элемент, или абсолютно прозрачности можно смотреть. Эксперимент показывает, что никаких странных аттракторов нет, никаких вероятностных распределений нет. Более того, вы не можете поставить задачу в смысле математической физики. У вас что должно быть? Воспроизведено и повторить состояние начальной системы, затем уравнение, дифференциальное, да? И вы должны получить такой-то результант. Иногда он может иметь случайные компоненты, вот этих странного аттрактора, на этом стоит вот такой синергетический подход, дифференциальная точка и так далее. Вы можете усложнить ситуацию, сделать мерцающими, стокастическими параметры вашего уравнения. Задача где-то сложнее станет, нет регуляризироваться, но там тоже возникает, возникает из них обычная теория мероятности. Так вот, а когда у вас в самих начальных данных, самой возможности воспроизведения еще есть неопределенность, не только уравнение самой культуры, но и возможности старта в начальных данных, потому что всякий раз, наблюдая за каким-то параметром, сложным физиологическим системам, физиологическим, вы имеете, понятно, что вы не понимая все целое, не можете фиксировать и заново запустить в организм. Живой организм развивался из клеточек, и он совершенно нам не подвластен. Так вот, оказывается, там есть некая техника каплаферамбатного кластерного анализа. Это другая математика, которая и сегодня тоже не создана. Там максимум, что удается вычленить зону фазового пространства, где все это шевелится. И невозможность рефлюцировать более привычным методом и подходом является некой загадкой. Код утверждения следующий, что либо этой проекцией неучительных процессов мозга, которые, естественно, проецируются и в сферу рефлексов, просто физиологическим действиям. Мозг не только сознательно обрабатывает вещи, он обрабатывает этим же, по-видимому, алгоритмом и бессознательными рефлексами. То есть это не обязательно человеку. Речь идет об общей планной природе живого. Любой живой ткань. И какие отсюда выводы? Что доказательные медицины, которые нас почивают сегодня, это полный бред. Это на самом деле некая, так сказать, безграмотность. Потому что не подтверждается. Медики прекрасно понимают. А что вместо? А вот непонятно, что вместо. Пока непонятно. Это только вот сегодня начинает развиваться. То есть проекция и сюжет, которые здесь два семена, вот, Саша, значит, излагал, они намного имеют более широкую и более даже когнатическую зону покрытия, чем, на первый взгляд, может показаться вот такие абстракции, как теоретные дроби. Вот. Что-то подобное. Вот ныне покойный Александр Дмитрий Сергеевич Чернавский. У нее была своя концепция квантовая. Но вот то, что хотелось ввести в квантовые уравнения, ввести вот эту вот фруктуационную компоненту. Фруктуационную компоненту, потенциал и, соответственно, констант связи, которая связана со всей селением, вот этот вот общий кабинет. И тогда, ну вот, на этом языке многие процессы тоже можно было бы перетарпетировать. Он, правда, хотел бы там обойтись без явления революции, перевести его на язык, ну скажем так, дефоркационных таких процессов рождения не симпатичных структур. Он не перетарпетировал. Ну, не перетарпет. Нет, он уже взял и работал. У него действует даже. Ему позволил создать лабораторию теоретической биологии. Это в физическом институте. Я завершаю, просто хочу сказать, что темы, которые сейчас поднимаются, они намного могут оказаться более прикладными, чем только разговор о высших когнитивных функциях. И за ними стоит как раз вот разговор о возможности как интерпретировать или представлять нивычную систему. Их класс, вероятно, намного шире это. Любые живые процессы, вполне возможно, будут обязаны этому. Потому что живая ткань, она как и реальная. У нее есть вот этот вот феномен связи со всей Вселенной структурой. Отсюда эффекты, которые начинал когда-то Гудович наблюдать, и ПР-эффект, и синхронистичность. Она, видимо, свойственна не только физикой элементарных частиц или культурным феноменом, как Юнг и Паули, но и всей живой природой. Живая природа имеет квантовые основы. Конечно. Вот. Вот понимание этого приходит неожиданно образом, без разных областей. И мне кажется, что здесь можно говорить о новой физике. Но это такого рода физика. Я бы не изобретал сущности, а попробовал бы, вот как Александр Ильич говорит, что нет, это просто квадромеханика. Но это квадромеханика, которая обсуждает возможности вот когеренции, бикогеренции, вот эта онфологика, которая является собственно нашим вселенным. Вот это вот самый загадочный момент и проявление того, что процессы сознания связаны не только с нашим, но и вообще есть в виде мозга, но и все вселенные. Можно на эти темы, в общем-то, рассуждать и искать некие структуры, ну а-ля Эбисов. Вот в целом, в гиберто-пространстве, которое, значит, вот, связано с универсальной функцией, ну, универсальной всего будущего. Кто этим может заниматься? Как бы ни профориально, все, что связано с фантовым компьютингом, фантовой телепортацией и фантовой криптографией, стимулировано не столько исследованиями одиночек, ну, вот, типа, Тонова, там, Ден Розе, сколько интересами соответствующих корпораций, возможностей военных каких-то вещей. То есть технорит, в данном случае, стимулирует людей, которая должна была бы быть основной пищей для разума, для философствующих ученых, то есть явно сегодня дефицит людей, которые создавали фантовую механику в 20-30-е годы прошлого века. Так что, спасибо еще раз. Я вас знакомлю в связи с тем, что... Можете выяснить, я пойду вам одну страну выслиться? Молее вы... С микрофоном меня слышите? Да, да. Ну, и важно... Говорите, говорите. Я, наверное, в своем случае одну не очень хорошо технологию. Скорее, я рекомендую слышать. Не-не-не-не. Такое, значит, мое возражение, которое я в конце как-то защищал, оно довольно слабое. Оно заключается в том, что мозг действительно должен использовать квантовые процессы, может обойтись без существенно новой деятельности типа квантовой реалитации, но вот эти квантовые процессы, я совсем не говорил о том, как они используются. У меня нет утверждения, что из нашего понимания, что мозг использует квантовый процесс, следует, что мозг может промоделировать с квантовым компьютером. Вот такого утверждения у меня не было. На самом деле, есть понимание, что квантовый процесс, но мы, но понимание, как это использовать, может быть очень далеко за пределами того, что я говорил. Вот, и вот правильно Молодя говорил, что тут как бы задача хорошая совершенно недопустимая. Я думаю, что здесь другая постановка задача, здесь нужна задача на лицо. Вот у вас есть какое-то яйцо, которое вы можете описать, а дальше, чем будет, это же его дело. Вот что-то в этом будет. Да, то есть, вот не надо как бы, я призываю с ним прощать то, что я говорил. Я не говорил, что симуляция сознания, возможно, потом там нет. Нет. Этого я не утверждаю. Я не говорил, что ты не говорил. Я прошу большую слову «Опасность». Мы привыкли к тому, что у нас, особенно когда пишут, мы очень осторожно высказываем. Я прошу точность. Ну и куда? Стой, да. Осторонность и точность. Пожалуйста. Да. Несколько мыслей, которые урискат. Илья мой ног. Как? Илья мой ног. Насколько? Какие технические качества? Значит. Фигура Рей Куд своего, она понятна. Значит. А с моей точки зрения, она не сопоставила с тем временем. Которого, у понятных причин. Трудничку. Играя. Исты. Играя. Да. Да. Значит. Значит. Еще раз. Фигура Куд своего понятна. Она не сопоставила с фигурой Бен Роуза. Почему не сопоставила? Значит. Куд своего директор администратора компании Google. Который конкретные вещами занимается на рынке. Который активирует конкретные вещи. Им надо обеспечить некий рынок продаж собственной компании. И обеспечить интерес вас, пользователям, к продуктам, которые выставляют. Поэтому этим, с этим предопределяется некое высказывание, которое конечное. А если мы слышим, то я говорю, что в целом, и концепция технологической сингулярности очень выгодна для поддержания технических технологий, подростка оборудований и тому подобное. Я не добывал отношения к некому мыслительному процессу, который реализовывал Канн Роуз, не имею. Да. Поэтому это не сопоставимую вещь. Я думаю, тем не менее выстраивать какие-то диалетические отношения. И противоречия нужны. И здесь вот это противоречие. Очень сложно. Но в крайней мере. Дело в том, что он не простил свое настроение, но с откровенной передернутой. Фактически. Лучше приятно. Да. А это ли? Нижняя и тревога. Нижняя и тревога. Вот так, и не знаю. Я думаю, что это реглама, а не наоборот, страживка. Праживка. Протолучивка. Да. Следующая мысль, которую я хотел бы привести сейчас, она к помощи тем людям, которые мы услышали от вас сейчас, можно прийти из некоторых еще более простых современных. Ну, например. Значит, современная наука может работать только с двумя типами объектов. Это, значит, объект и данная система. И все, что мы рассматриваем или рассматривает наука, она там иначе официально не даст делать ни объекта, ни системы. Но мы сейчас не понимаем, что сложные системы какими являются. Например, мозг человека, это не объект, это не системы. И в этом смысле мы должны понимать, что та оптика, с которой мы смотрим на мозг, она вносит очень сильные искажения на то, что мы отличаемся. И это в неком смысле некорректность. Эту некорректность можно не понимать, но отдавать себе еще в этой некорректности. И, следовательно, уже из этого наука будет понятно, что физики недостаточно для того, чтобы изучать тот вопрос, который был вопрос. Мало того, в античной традиции было понимание о том, что физика ограничила именно поэтому аристотику. после физики писал метафизику. И границы физического были чем-то понимаемыми или рефлексируемыми. Проблема нашего времени в том, что физика мыслит себя как некоторый универсальный инструмент, и не рефлексирует за границей физического. Проблема не на подход к изучению природы. В этом смысле, в отношении математики, мы опять повторяем эту проблему. И когда вы начали говорить про экспериментальную математику, фактически мы сделали то же самое. Мы редуцируем математику к некоторому наблюдаемому, к некоторому физическому. К физике, которая возьмет усы на экспериментах. Хотя мы понимаем, что математика в том числе. То есть, ты правильно. Математика изначально. Это некий сколастический способ решения. Сколастический средневековый. Который буквально нужно понимать так, что математика базируется на некотором аксиматическом базисе, который принимается наверно на лево. В этом смысле, это сколастический способ решения, который инсталирует нашу, скажем так, научную парадигму сейчас. И это уникальная позиция математики. Среди прочих способов мышления. Аспекта мышления. Я бы хотел, чтобы мы разделяли с вами интеллект и мышление. Обратите внимание. Опять же, принципиальная позиция. Я согласен, что мышление разлито между нами. Но есть способ персонализации мышления через думание. В этом смысле думание как персонализированное мышление. Мы можем... Вот. Но принципиальная разница между интеллектом и мышлением в том, что интеллект стремится к тому, что авторопомизирует просто ясно, понятно и эффективно, и это интеллект. А начление стремится прямо противоположное. Оно стремится к сложному, интересному, уникальному, не авторопомизируемому и так далее. И именно в поле мышления появляются три феномена, как индийский математик Роман Муджин, который получал проверенные решения, минуя процессы вычисления. То есть он правильно, и это было истинно. Ну, собственно, надо наконец-то регализовать в нашем интеллектом поле эти вещи, эти феномены. Они реализовываются через мышление, а не через интеллект. Все, о чем вы говорили, вы реализировали к интеллекту. Ну, собственно, это очень интересно, да? И последнее, я хотел бы закончить, что проблема нашего сейчас времени в том, что машина думает как человек. Проблема в том, что человек думает как машина. И, собственно, проблема сильного интеллекта не в том, что возможно или невозможно, а в том, что мы с вами оказываемся в нашей некоторой полноты нашего сознания. Редуцируем этот интеллект. И на этом уровне, если это произойдет, то это все идет к тому, что это произошло, собственно, или это нас толкает к тому, что наше сознание рефицировано в группе интеллекта. Девушкин стал к тому, что не вернулись. Ну, тогда ладно. Да, ладно. Да. Так, ладно. Но, смотрите, опять, я здесь все-таки мой посыл в том, чтобы невычасливость была бы легализована вашим полусом. Понимаете, сейчас она не легализована. Так же, как и не легализована, например, в физическом поле, как бы мы строим физическую теорию из того, что вычислимо. Если это не вычислимо, мы это отбрасываем как несуществующее. Понимаете? Понимаете? Нет, нет. Ну, я попробую есть и пример. Я хожу. Я все-таки созвольствую. Это вообще там условие. Да. Ну, собственно, ну ладно. Можем продолжать. Я думаю, что главный вопрос. Нет, вопрос. Слушай, простой пример. Как нечисимость возникает чтительный пример. Вот есть такая теория струны. Значит, теория струн строится как-то как первопробативная теория. Там надо... Она... Здесь по теория струн выражается объединенная редальность. Вот там может возникнуть ситуация, когда суммировать нужно по топологии многообразия размерности больше трех. А топология многообразия размерности больше трех не перечислили. Перечисление этих топологий на алгоритически неразрешенных задачах. Вот, пожалуйста. Физика есть. У него счастливости и есть. И никуда от этого же детства. То есть это вполне может получиться. Это выдел, никто не сказал, что теория струн описывает нашу реальность. Но такие вещи в физике запросто допускаются. Так что здесь... И, конечно, насчет того, что я говорил только в интеллекте, я говорил только скорее наоборот. Я вот особенно в прошлом докладе, я говорил о геологической гадатке, которые появились в интеллекте. То есть когда я говорил о универсальной способности к пониманию, я как раз и где-то говорил о том, что идет через интеллекте. Нет, это то, что нет совсем... Было правильное объяснение. Было правильное объяснение. Было правильное объяснение. И вообще мы должны в этом диспункте отпечатать интерес и радость. Так, я это просто сделал. Так, коллеги, надо нас заканчивать. Здесь мы еще одно выступление и все. Есть желающие? Нет, заключительно будет? Нет. Я просто хочу всех поблагодарить за такое эмоциональное участие в дискуссии. Мы через шоу заинтересованы, мне очень понравилось. Спасибо большое.